Субтитры создавал DimaTorzok В данном случае это принципиально открытого чемпионата России. Почему это принципиально? Потому что из 12 участников 2 являются женщинами, прекрасными дамами. Иными словами, в мужском, так сказать, по умолчанию турнире участвуют 2 сильнейших шахматистки России. Это придает соревнованию определенный колорит. Я уже говорил о том, что много было всяких обсуждений по поводу того, что суперфинал уже не соответствует своему названию. Состав этого соревнования сильно ослаблен по сравнению с тем составом, который мог иметь место быть, скажем, год, ну и тем более два назад, до начала специальной военной операции. Очень многие ведущие шахматисты российские сменили свое спортивное гражданство. Наиболее таким обсуждаемым является совсем недавний переход Никиты Витюгова, шахматиста, который многократно входил в сборную команду России на всякого рода крупнейших соревнованиях, олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Так вот, Никита Витюгов сменил спортивное гражданство не на какое-нибудь, а на английское. То есть, иными словами, поскольку сейчас процедура перехода под спортивную юридикцию других стран для шахматистов очень сильно упрощена, благодаря соответствующим решениям Фиде, он, судя по всему, договорился с англичанами, которые сочли, что Никита Витюгов им пригодится, то ли в качестве тренера, то ли в качестве игрока, может быть, и того, и другого. Короче говоря, вот Никита Витюгов перешел в поданглийское спортивное гражданство, обсменил поданглийскую спортивную юридикцию. Ну и, кроме того, я уже говорил о том, что не участвует в соревновании Сергей Корякин. По другим совсем причинам, ну, то ли для него этот турнир слишком не силен, то ли просто взаимоотношения его с Федерацией шахмат России как-то не заладились, но, тем не менее, Корякина там также нет, а состав турнира, напомню его, вот такой вот. То есть главным фаворитом, рейтинг-фаворитом является Владислав Артимьев, от которого совсем чуточку отстает Евгений Томашевский, и далее Андрей Сипенко, также очень интересный участник, но вообще состав такой любопытный во многих отношениях. И еще раз напомню, что помимо целого ряда мужчин, не все из которых входят в элиту, прямо скажем, посмотрим на конец списка. Так вот, наряду с, так сказать, очень такими значимыми мужчинами, которые определяют первую высшую верхнюю часть списка, участвуют еще и два, участвуют две шахматистки, а именно Александра Горячкина и Катерина Лагно. После второго тура, а я рассказывал в предыдущем выпуске о первых двух турах, лидировали двое Владислав Артимьев и Евгений Найер. Совсем неплохо выступали две наших прекрасных дамы-девушки, Александра Горячкина и Катерина Лагно, но правда Катерина Лагно, ну, не буду вдаваться на подробности, как ей, в общем, повезло в достаточной степени. Она обиграла Максима Батлакову, использовав его грубую ошибку в окончании, ну, дальше у нее дело не заладилось, во всяком случае, столь же успешно, как поначалу, далее выступать ей не довелось. А вот, что касается Александра Горячкина, эта ситуация была заметна, или, можно сказать, принципиально иной, то есть, Александра Горячкина две первые партии закончила в ничью, солидно, с достойными соперниками, ничем не уступая им, ну, не было ощущения, что вот играет женщина и девушка, которая по определению, скажем так, согласно представлениям общепринятым, должна уступать своим оппонентам-мичинам. А в третьем туре ее соперником был Иван Розум, шахматист, которого мы вправе отнести, ну, просто в силу цифровых характеристик, к титульным аутсайдерам. И, безусловно, даже играя черными фигурами, Александра Горячкина хотела Ивана Розума обыграть, хотя Иван Розум в первом туре преподнес сенсацию, можно сказать, что, ну, эту сенсацию преподнес не Иван Розум, а его оппонент, игравший черными, Андрей Осипенко, который, ну, добился явного преимущества, может быть, даже технически выигрышной позиции, потом начал грубо ошибаться в цейтноте и проиграл партию. Вот. А что касается Александра Горячкина, вот она играет черными, и давайте посмотрим, как проходила борьба в этом поединке, поскольку ощущение такое было изначально, что она хочет, конечно же, она не согласна, так сказать, на ничью, она хочет обыграть Ивана Розума и включиться в борьбу, если не за лидерство, то за место в верхней части турнирной таблицы. Итак, С4 сыграл Розум, С6 и Горячкина, Д5, Ж3, Ж6, вот такая вот система, короткая рокировка, слон, конь Ф6, извиняюсь. То есть ничего экстраординарного, то ли это английское начало, то ли защита Грюнфельда, если белые сыграют Д4, формально именно к защите Грюнфельда относятся позиции, возникающие после Д4, но белые играют Б3, уводят игру в сторону, черные отвечают, конь Е4, заставляя белых ответить Д4, конь Е4 теперь устойчив, рокировка, и после хода слон Б2 черные выводят слона на Ф5, укрепляют коня, ну и вообще наиболее естественным, логичным представляется размещение этого слона на поле Ф5. Дальше конь Б7, конь Х4, слон Е6, ферзь С2, конь Д6, конь Д2, показывая все эти ходы, то есть добились белые чего-то или нет. По большому счету ничего особенного, то есть они, конечно, прорвались в центре, осуществили естественное стандартное продвижение Е2 и Е4, но после взятия, 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 размена, размена, и хода слон Х3, то есть важный такой момент, черные улучшают позицию своего слона, уводя с непонятной, немножко такой, не вполне устойчивой позиции в центре на поле Х3, где, ну не то, чтобы этот слон нависали над королем белых, но расположено достаточно логично, дальше черные спокойно заканчивают развитие, а преобладание белых пространств, преимущество белых пространств малосущественно. Ладья Д1, конь Д7, ферзь Е2, А4. Черные начинают, ну, туркать, так сказать, белых на ферзьевом фланге. Александра Горячкина завязывает борьбу, она вообще здорово умеет держать напряжение, то есть для женщин это уровень умения держать напряжение, очень, вот находится у нее на очень-очень высоком уровне. Солон Х3 отрицет Белой своим слоном, до конца непонятно зачем, почему именно сюда, то есть на Ж4 что-нибудь они хотят пойти, Ж4 может быть сыграть, я не знаю. Ну, в общем, размен, 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 ферзь Б6, и вот благодаря, или вследствие, вот такой невнятной игры Белой, в частности, хода слона Х3, выясняется, что позиция этого хорошая у черных, то есть на Б3 пешка подвисает, линия АС, ну, за нее идет борьба, но скорее она будет принадлежать черному, а не белому. Короче говоря, вот такие ходы делаются, слон Бет А1, ладья А8, слон Ж2, ну, белые трубят отбой, меняют солонов, у них просто хуже, причем хуже, что называется, в столбик, то есть не просто получше у черных, а у черных теперь явное преимущество, вследствие невнятной такой, ну, несбалансированной игры Белых, висит пешка, как ее защищать? То есть ладья Д1 висит на Д4, ну, может сыграть ладья Б1, потому что бить на Д4 опасно, там ладья Д1 и конь подвиснет, ну, играют черные С5, то есть что получилось бы в случае взятия вот этой самой пешки, которая вроде висит, и все вроде бы нормально? Тогда белые взяли бы на Д4, то есть сказать, что черные проигрывают нельзя, но после ладья Д1 и отступления ферзя на Ж4, белые могут сыграть здесь конь Ф5, нанести такой неожиданный удар, то есть непривычно, что встаем конем под удар, ради того, чтобы прорваться на Д7. Белые активизируют свою ладью, и как в случае ферзь БТФ5, размена-размен на Д7, так и в случае других продолжений, ну, может быть, черный символически лучше, но это, в общем, ничья. Короче говоря, поэтому Ц5 играет Грячкина, мудро поступает, теперь ДЦ играть нельзя по причине ферзь Ц6, и после отступления короля или хода коня Ф3, без разницы, черные забирают слона на А1, выигрывая фигуру. То есть ДЦ играть нельзя, надо играть ферзь Е4, как и было поступлено, взять НД4, ферзь бьет Е7, у черных большое преимущество. У них проходная пешка Д, это главный фактор, определяющий оценку позиции, ладья активна тоже, все фигуры хороши, а у белых слон на А1, конечно, вроде бы поддавливает на пешку, стоящую на Д4, но и сам является объектом давления черной ладьи, а конь на А4 еще требует введения в игру. Ну вот ладья А8 сыграла здесь Горячкина, ход сильнейший, логичный, то есть ладья уходит на восьмой ряд, чтобы не дать белому ферзю возможность дать шах. Ферзь отступает, и теперь ходом конь Ц5 черные фиксировали это самое свое значительное преимущество. Ну можно там играть коня Б4, конь Е6, я просто тезисно показываю, что место коня в данной структуре на Е6, откуда он надежно защищает пешку Д4, у черных очень гармоничное расположение фигур, и владение линия, слабость на А4 какая-то у белых, короче говоря, преимущество, которое наши компьютеры, наши электронные друзья оценивают как технически выигрышную для черных. Не знаю, технически выигрышная, технически выигрышная, но перевес очевиден. Слодов 6 сыграла Горячкина и выпустила значительную часть преимущества, поскольку после ладья Д1 происходят размены, вот такие вот, позиции упрощаются, и главный козырь черных, пешка Д4, в совокупности с не очень хорошим солоном на А1, разменено, там ладья Д1, конечно, идея появляется какая-то, но пока что ладья Д1 у белых ресурс есть, они отступают сразу, и черные забирают пешку. То есть лишняя пешка у черных, конечно, это вроде бы неплохо, но на самом деле это недостаточно для выигрыша партии, потому что, опять же, что значит недостаточно для выигрыша партии? У черных есть шансы на выигрыш, у белых есть шансы на нищу, но белые фигуры обрели гармонию, кони в 5 идея и даже угроза, король черных подоткрыт, и не забываем о том, что белых устраивает, ну, скажем, вечный шах, а черных нет. Конь Д4 играет, так интересно очень, находит такой ресурс горячий, она или предъявляет этот козырь, бить нельзя на Д4 по причине шаха по первому ряду и макс пару ходов, поскольку ферзь А6 контролирует поле Ж2, ферзь Е3, конь Е6, ну, стабилизировались соперник и соперница, начинают вот такое лавирование, опять же, вот здесь все-таки позиция стала, изменилась на протяжении нескольких последних ходов в пользу белых, в том смысле, что позиция, если раньше была непонятна то ли проигрыш, то ли спасабельная, то эта позиция уже точно спасабельная, позиция, в общем, объективно держится, хотя, конечно, вот конь Ж5, ну, попытка применять как можно больше материала, дается шах, король отступает, конь бьет Ж5, АЖ, теперь, с черным стоило сыграть ферзь Д6, ставя, хотя, как сказать, нет, это, я просто заводил ходы, нет, конечно, ферзь Д6 все-таки не исключает возможности взятия на Б7, сыгралась горячка на ферзь Е6, это принципиальный момент, это принципиальный момент, поскольку белые могли и должны были взять на Е6, строго говоря, ход ферзь Е6 ошибочен, в том смысле, что после ферзь Е6 хода не сделанного белыми, размена, размена ладья Б1, ладья Б8 и ладья Б6, белые просто строго делают ничью, они держат вот все фигуры черных в неком пассиве, конечно, ладья, стоящие позади проходной пешки, это то, что доктор прописал, но в данном случае это не совсем так, потому что, ну вот, черные как еще, но они не могут никак активизироваться, иначе, кроме как подтянув короля на С7, иначе пешка не идет, черные стоят в пассиве, белый король проходит на поле Е5, отдавать просто так пешку Б7, шахом тем более, разумеется, черные не имеют права, а тут что? Тут получается, что белые могут просто забрать пешки вот эти, и позиция ничья, но не худший для белых редакций, поскольку там можно сыграть даже вот так вот, можно сыграть Ф4, можно сыграть вперед Ф5, если ладья Б5, тогда вперед, но если взять пешкой, а не ладьё, если взять ладьё и теряется пешка Ж6, а тут пешка Ж белых страшно опасна, черные не проигрывают, но уж точно не выигрывают при такой сильной проходной соперника, а в случае ЖФ, ну король бьет Ф5, и тоже говорить не о чем, опять же, черные не проигрывают, но и не выигрывают, вот, но вместо хода ФЕ6, который делал легкую, четкую ничью, Иван Розов поступил иначе, он сохранил Ферзей, он решил играть этот самый Метельшпиль, он тоже держится, но он все-таки уже Метельшпиль, такой или тяжелофигурный Эншпиль с ладьями и ферзями, в котором черные имеют плюсик, но здесь черным стоило сыграть Б5, и сохранить многие, или едва ли не все выгоды в свое положение, были сыграны Ладья Е4, так поступила Горячкина, тоже ничего, Ладья Е8, черные держат напряжение, играют Ферзь Б5, ну здесь, конечно, важный момент, Ферзь торкся в тыл соперника, соперницы, извиняюсь, атаковал пешку, защищать ее не очень удобно, надо было играть Б5 все-таки, по большому счету, а Горячкин решил поиграть, попытаться на выигрыш эту позицию, 3 на 2, но если бы это был Ладья, никто в пору соглашался на ничью, ошибиться почти невозможно, шансов на выигрыш никаких совсем нет, а вот при Ферзях такое окончание или тяжелофигурник такой, он коварен, однажды, мне даже много-много лет назад, в 1968 году, извините, удалось выиграть, причем у сильного соперника, у мастера, а я был тогда кандидат в мастера, вот такое окончание, правда, тогда я играл белыми, 3 на 2, вот с такой совершенно структурой, но опять же, это было следствием ошибочной защиты соперника, недооценки опасностей, а в данном случае что происходит, ну вот такое лавирование, лавирование, объективная ничья, почему я показываю всю эту партию сначала, то есть ничего вроде бы от такого экстраординарного в ней не произошло, просто это характеризует, ну, с одной стороны, проблематику и уровень игры наших ведущих шахматисток, то есть когда вот ведущие шахматистки встречаются с не слишком такими продвинутыми, сильными оппонентами, мужчинами, вот играет горячий на победу, играет вот так вот, предлагает размин владей, белые дают шаг в шаг, меняются, опять же, вот это ничья, но понимаете, ферзевые окончания более коварные, 3 на 2, это не автоматическая ничья, хотя, конечно же, ничья, и вот делается очень много ходов, ну, я думаю, что Иван Розум уже устал, надоело ему, что соперница ходит, ходит вокруг докола, маневрирует, позиция нереализуемая, объективно, пешка f7 защищена ферзем, поэтому можно короля отправить вперед, все пешки черных или защищают друг друга, или защищена пешка f7 ферзем с c4, но, с другой стороны, мы смотрели, правда, это был суперблиц, поединок между Магнусом Карсеном и Хикаро Накаморе, не суперблиц, 5 плюс 1 тогда был контроль, когда проиграл Магнус Карсен Хикаро Накаморе, Эншпиль, ладья и две пешки против ладьи и слона, потерял последовательно, очень не сразу, Магнус Карсен одну пешку, потом вторую, потом проиграл ничейный Эншпиль, ладья против ладьи и слона, ошибившись после, там, 40 ходов примерно правильной защиты, ну, не суть важна, черные начинают как-то додвигаться, играют А4, белые берут, позиция остается ничейной, сказать, что она является равной нельзя, лишняя пешка это все-таки кое-что, но остается ничейной, и вот такое лавирование следует, которое черным большому счету ничего дать не может, шахи даются, переводка Слаферза на Д4, своего рода передача очереди хода, Ферзь Б7, пока ничего не произошло, и белые как-то привыкли, видимо, к тому, что черные ничего сделать не могут, выиграть невозможно, но, еще раз повторюсь, позиция коварная, потому что можно ошибиться, и вдруг влететь, столкнуться с трудностями, влететь в трудную позицию, Ферзь Е1, опять же, ничего не происходит, Ф4, ну, вот, собственно, вот момент, черные начали движение, они создали конкретную, если не угрозу, то идею, додвинуть пешку до Ф3, и сплести матовую сеть вокруг белого короля, или, во всяком случае, шахами, причем отобрать пешку Ф2, теперь вот Ферзь H3 сохранял ничью, то есть, вот так вот надо стоять было, и ничего сделать черные не могут, было сыграно Ферзь F8, вот один беспечный ход, который сразу изменил агрегатное состояние позиции, то есть, она стала сразу, ну, не то, чтобы равной, но ничейной, совершенно точно, четко ничейной, проигрышной для, проигрышной для белых, Ф3 и все, то есть, почему все, потому что нельзя никак воспрепятствовать дальнейшему усилению, угрозы две, ну, главная угроза Ферзь Е1, Ферзь Бетов Ф2, вторая угроза Ферзь Ж4, Ферзь Ж2, там шахи-шахи, и забрали пешку, и против этого белые бессильны, потому что черные уходят своим королем от шахов, вы видите, как это происходит, вот таким вот образом, Ферзь Ж4, шах, теперь Ферзь Ф5, ушли от шахов, ухудшили положение своего ферзя, но шахов нет, черный король в домике, ну, Ферзь С7, Ферзь С4 ничего особенного не дает, потому что в случае хода Ферзь С4 можно сманеврировать, каким образом, ну, скажем, король Х3, Ферзь Ф1, и король Х4, и теперь уже нельзя повторять позицию дальше, потому что на этот ход можно подменять Ферзей, и несложный анализ показывает, что после размены Ферзей легко выигрышные пешечные окончания, ну, было сыграно Ферзь С7, черные сыграли король Х4, в некотором смысле то же самое, если было сыграно Ферзь Ж3, то шахи кончались в рамках такого вот маневра, ну, если Ферзь Ж3, то Ферзь Ж4, а если ушли куда-то в сторону, то дали шах, дорвались до пешки Ф2 шахами, вот таким, ну, там, как Ферзь Ж1 шах, Ферзь Б2 и так далее, было сыграны Ферзь А7 шах, то же самое вид сбоку, но еще худший для белых редакций, нельзя давать шах с Е7 за Ферзь Ж5 шах размен Ферзей, ну, то, что белые сделали, тоже можно считать, что нельзя делать, потому что шахами отбирается пешка Ф2, потом делается ход Ж5, четкий, сильный ход, и Иван Розум сдался, Александр Грязчин одержал победу, это партия третьего тура, скажу сразу, после которой, ну, вот, я продолжаю вариант, эти ходы не были сделаны, показывая эти ходы, почему, так сказать, позиции белых действительно совсем безнадежны, собственно, это очевидно и без каких-либо разговорчиков и каких-либо показов. Перед тем, как двигаться дальше, констатирую, что в четвертом туре, который игрался в среду, составилась встреча между Екатериной Лагно и Александр Горячкиной, она закончилась в ничью, то есть положение и той, и другой девушки не изменилось, а ситуация, ситуация после четвертого тура, я сразу дам табличку, потому что после этого я позволю себе небольшой экскурс, так сказать, такой назад, поступление назад. Ситуация после четвертого тура оказалась следующей. Единолично возглавил турнирную турнирницу главный фаворит Владислав Артемьев, у него три с половиной из четырех, много, плюс три, безусловно, много. На втором месте остался Евгений Найер, который сыграл в ничью и уступил единоличное лидерство Артемьеву, а на третье место вышла Александра Горячкина на рубеже плюс один. Вот остальные партии три она сыграла в ничью, а тот поединок, который я вам демонстрировал, показывал против Лана Розова, она выиграла. Ну, Андрей Осипенко немножко поправил уже в втором туре свое положение, Евгений Томершевский тоже вышел в полтинник, а что касается остальных участников и участников, в частности, Екатерина Рогно, делит предпоследнее место, не предпоследнее, а девятое и десятое, предпоследнее это одиннадцатое. Вот. Так вот, с Климентием Сычом. То есть, ничего слишком неожиданного не происходит, я еще вернусь к этой табличке, а сейчас хочу познакомить вас с творчеством единоличного лидера Владислава Артемьева. Так, сделать некий такой упор на эту. Дело в том, что в втором туре я как-то обошел эту партию стороной, было много чего показать. Так вот, во втором туре Владислав Артемьев играл с Евгением Томашевским. И я показываю вам эту партию сначала до конца. Итак, Артемьев сыграл Д2-Д4, последовало КНФ6, С4, Е6, КНЦ3. Белые приглашают соперника применить защиту Немцовича, но такие приглашения принято принимать, хотя некоторые при таком порядке ходов вдруг играют Д5 и соглашаются на Харсбат. Тоже, ну почему бы и нет, иногда так бывает. Ну, сурн Б4, хорошо. Ферзь С2, рокировка. Здесь интересный момент. Вот современный такой трюк демонстрирует Томашевский, причем очевидно, что Артемьев и Томашевский это два рейтинга фаворита турнира. У Артемьева чуть выше предстартовый рейтинг, но не на много. И безусловно, оба они прекрасно подготовлены теоретически, причем это даже, я бы сказал, в большей степени относится к Евгению Томашевскому, экс-чемпиону России, между прочим. Так вот, на взятие на Д5 он, Томашевский, сыграл конь Е4. Вот такой интересный трюк. Хитрый в чем состоит, что все равно на Д5 черные возьмут пешкой, когда белый ферзь отступит. Но, отогнав его на С2, естественное поле, они черные уже избавляются от той идеи возможности со стороны белого сыграть Ф2, Ф3 за ферзь Х4 на Ж3, конь Беже 3. Поэтому, полезный ход Ладья Е8, причем быстро играли партию поначалу соперники, Домашевский, безусловно, знал, куда идет, чего хочет, и делают ход Ж5. То есть, вот такая вот такая контратака достаточно известная, если брать концептуальную, так сказать, сторону дела, то есть, план сам, связанный с Ж5 и выводом фигур при коне на С6 и так далее, он неплох при коне на Е4. И Ладья на его чем стоит, где надо. Слон вступает в белых, черные играют в Ж4, отгоняют коня, это лучшее решение, взятие. Теперь белые бьют пешкой. Если взять слоном, то последовало бы С5, черные разгружаются на этом фланге, но Ф3, я думаю, даже обсуждать не нужно. А если слон Е2, тогда слону Ф5 начинаем создавать угрозы, главный из которых конь Ж3. Ферзь, например, отступает из-под этой самой рентгеновской угрозы по диагонали Ф5, С2. Ферзь опять шаг, там надо играть Б4, то есть белые могут пожертвовать пешку вот таким образом, но здесь важно, что черные играют конь С3. И что опять же важно, у белых есть промежуток такой, как ни странно, нельзя бить на Д1, надо бить на Б4, но оказывается, что черные могут спокойно играть при этом коне, поскольку он не может быть атакован реально. Угрозы выигрыш этого коня создать невозможно. Ладья Ц1, ладья Ц8. Пожалуйста, пешка А идет вперед, конь С3 очень сильно мешает белым фигурам и черных преимуществом. То есть вот такая интересная штука. С1 Е5 не играет здесь. Владислав Артемьев бьет пешкой, но очевидно совершенно, что это уступка стратегическая. Все-таки и слон на Ж3 устался под ударом, пешка на Е5 превратилась в слабость, но здесь важно отметить, что нельзя взять на Ж3, ну просто нельзя, потому что после взятия висит пешка на Х7, открывается линяш и ферзь туда смотрит. Например, ладья Е5, ферзь Х7, белые выиграли партию. То есть косвенно слон защищен, надо играть слон Ф5, что черные делают с удовольствием, слон Д3, конь бьет Ж3 теперь, и что важно, черные перегруппировались с помощью хода слона Ж6. На самом деле, после этой самой такой вот небольшой дебютной свалки, выяснения отношений, мерялись анализами соперники, представлениями о том, что в дебюте хорошо, что плохо, позиция стабилизировалась, и слон черных перетян на Ж6 таким витиеватым путем после слона Ф5 размин на Ж6 и отступление на Ж6 прикрыл позицию черного. Взять на Ж6. Теперь вопрос, конечно, в чем стоит, чем брать? Ажж или Эфжи? Скажу сразу, что Томашевский взял пешка Ф, конечно, открывается линяш, конечно, по ней можно при случае в будущем ну как будто бы начать какую-то атаку, но реально, вот скажем, ферзь С3 с идеей Е6 и там мат поставить, ладья Е6, блокируем, чтобы никаких Е6 не было. Ферзь Д4, ферзь лезет на королевский фланг, мы его не пускаем. Ферзь Д5 отдали пешку, но зато централизовали, сыграли ладья Д8, отогнали ферзя, скажем, вот здесь вот. Ну и оказывается, что у черных очень хорошая контрыгра в данном случае за пешку. Ну, ладья Д1 лучший ход за белых, потому что взятие на Б7 это, видимо, совсем нехорошо. Хотя нет, почему нехорошо? Можно сыграть ферзь Б7. Ладья Б8, начинается вот такая вот возня, то есть вытесняют белого ферзя черные, заставляют куда-то вот сюда отступить, ну и теперь уже бьется до Б2, у черных полная компенсация. Полная компенсация, если белые, ну, ферзь Б4, например, забрали еще одну пешку, тогда черные могут сыграть ладья Е6 и как ни в чем не бывало продолжать вот такую витиеватую игру. Можно ли создать угрозу? Но угроз по линии Аш реально нет. Можно дать шаг с Аш7, если белый ферзь ставил на Аш, скажем, ферзь Аш4. Но черные могут потревожить белого короля, заставить его отступить на Ф1, теперь ударить на Ф2. Это просто вечный шаг на самом деле, как вот ни странно, ладья Е6, ну, идти на Ж1, это под ферзь БТ1, а с другой стороны делать нечего, потому что король Е2, это там под мат, но во всяком случае не на выигрыш партии. А тут что? Тут ферзь Е1, отступление ферзя на Е5, ну, и видно невооруженным глазом, что позиция около раминства белых внешний пеш, который несущественно, так как у черных хорошие фигуры и у белых пешки слабый. Вот. Но если сыграть здесь ладья Д1, то есть некая ловушка. То есть, если вдруг черные так раз и возьмут на Б2, и вроде белый король плохо, то получат мат в три хода. Ну, в основном варианте в два хода. Шаг, ладья Е8 отсрачивает развязку на один ход, а тут мат с поля Аш8, поскольку линия Аш открыта, или ладья Д1 живая. Ну, надо играть ферзь Е4 здесь. Ну, и после, опять же, не ферзь Б8, это не то, потому что тогда ладья Е8 у черных выиграна, а король Ц1 следует ладья Е8, скажем, вот возможный вариант, ферзь бьет Ж2, начинаются какие-то такие разгрузки, и позиция на самом деле равная. Не буду вдаваться в подробности, скорее всего, здесь просто черные дают вечный шаг, поскольку да больше претендователям трудно, а вечный шаг у них есть. У них ни хуже, ни лучше. То есть, это по поводу хода Ашж, который отслужил внимание. Решил не идти сюда, Евгений Томашевский, но, в самом деле, момент принципиальный, хотя неопредедающий, не решающий, безусловно. Ход ФЖ сохраняет примерное равенство в позиции, хотя белые все-таки становятся сильнейшей стороной. Они играют ферзь Б3, ну, поддавливают на Ф7, на Д5, черные отвечают Б6, чтобы не отдавать важную пешку, белые играют ферзь А4, атакуя пешку Ж4, ладья Е5, ферзь Ж4, ферзь С8, менять белые, конечно, ферзей не хотят, тогда у них будет похуже, а тут у них получше, но, в всяком случае, они как бы сильнейшая сторона за счет того, что черный король открыт. И начинается вот такая вот разгрузка, но ощущение было у всех, что партия вскоре закончится в ничью, поскольку, объективно, ничего существенного нет и быть не может, у белых имеется в виду. Ну, вот, взять Е5 ладьей, ферзь Б2, размен, размен, ферзь Е7. Правда, за вот время этого лавирования, не идеального со стороны черных, но я хочу копаться в деталях, ситуация изменилась, и стало ясно, что у белых сетхи лучше. Белые сильнейшая сторона, потому что фактор открытости черного короля после вскрытия центра вырос. У белых есть шансы как-то зайти сбоку, оттуда, отсюда и начать атаку на черного короля. Черные должны держать свои фигуры возле короля, как бы чего ни вышло. С ним, с этим королем не случилось. Вот, ну, Ж4, логично все. А6, Ж3, белые перегруппироваются, позиция остается неравная, но ничейная. Чуточку лучше у белых, ну, менять, конечно, белые перзеи не собираются, но ничего существенного быть не может. Но дальше произошло вот то, что бывает часто, тем более при таком контроле. Ну, не знаю, правильный ход, неправильный, лучше в черзеи 7 было, опять же, тактический ресурс вот такой. Не хочется, понимаете, делать ставку на тактический ресурс, скажем, вот в данном случае этот ход не годится из-за взятия на Ф2, и ничего черные не потеряют, даже выиграли пешку. То есть белые, конечно, не должны ловиться, попадаться в эту ловушку, ну, тогда позиция равная. Ладья F7. То есть черные стоят в пассив, вот такой вот, прикрывая седьмой ряд с помощью своей ладьи, и это уязвимая же стратегия, потому что теперь черные стоят опасно. Правильный ход был в ферже 7, продолжая стоять в пассиве, выдерживать давление соперника, довольно неприятное, но решил Евгений Томашевский, что не зря же он в ферже 1 играл, а почему не забрать? И он забрал, забрал эту пешку, и, в общем, вот белые прорвались. Прорвались, и сразу выяснилось вдруг, ну, очень быстро выяснилось, потому что позиция черных плоха, потому что это начало решающей атаки на черного края. Брать на F5 нельзя из-за ферзь H6, ладья G6 и мат, поэтому надо играть G5. Теперь ферзь D4, ну, судя по всему, ладья бит H6 еще не угроза, но что-то такое на поле H6 назревает. Позиция безнадежная черная, скажу сразу. Защититься черные не могут. Тут они сыграли ладья G7, если ферзь H2, то король H3. Легко уходит белый от шахов. А тут что? Тут вот ферзь H2, вот такой вот ход. Король H3, белый король ушел от шахов. На H6 пешка незащитима. Следует ферзь C4 в надежде, что вдруг соперник, ну, надежда, конечно, умирает последний, вдруг соперник возьмет чем-то на G7 и получится вечный шах. То есть это вот защита там. Ферзь F1, Ферзь F2 и так далее, вечный шах. Ну, разумеется, белые не берут. Четкий ход ладья D1 делает Владислав Артемьев. Контратака черных парирована. У белых сохраняется атака, поскольку можно и с Е1 давать шахи, и с Д1 ладья участвует в атаке, и пешка F вперед идет, и ферзь можно давать шахи. Ну, король F7 сыграли здесь. Сыграл из Томашевских и сдался. Сдался, потому что позиция форсировано проигрывается. Не ладья D7, разумеется, из-за короля E8, это повторение пройденного, мы это видели, а ладья E1. Просто усиливаем позицию, и черные совершенно бессильны. Ну, ладья G8, скажем, а что еще делать? Потому что, ну, в общем, есть угроза F6. И на ладья G6, ладья E7 шах, ферзь F8 шах, там и мат. Скажем, вот так вот, тогда даем шах, тогда даем шах отсюда. Если король F8, тогда мат в один ход, на E8 любой фигурой. Если вперед, тогда дали шах, сыграли F6, и на отступление на G6. То есть, реализуем вот тут самым замысел, о котором я говорил, в данном случае, даем такой мат. То есть, позиции черных безнадежны, и партия второго тура с одним из главных конкурентов, потенциальных, своим главным рейтинг-конкурентом, скажем так, шахматистом, который занимал второе место перед стартом, перед началом турнира по текущему рейтингу с Евгением Томашевским, Владислав Артемьев, в общем-то, расправился вот в такой вот манере. Ну и следующая партия, которую я хочу приложить вашему вниманию, также с участием Артемьева, но в данном случае, его соперника был Иван Розум. Я сейчас поменяю. Вот так вот надо, конечно, нажать. Это партия четвертого тура. Перед началом этой партии, перед началом четвертого тура, первое и второе места делили как раз Владислав Артемьев и Евгений Найр. Ну, Артемьев играл с Розумом, и вот, понимаете, вот мы помним, как Розум выиграл, правда, выиграл не черными, а белыми, у Максима Матолакова в первом туре, неожиданность, но ничего он не продемонстрировал такого яркого. Он убедительно просто воспользовался ошибками соперника где-то ближе уже на последнем часу игры. Ну, ДЕ4 сыграл Артемьев, последовало С6, и вот здесь интересный момент. То есть, в последнее время модно стало как-то принципиально, максимально принципиальным стало считаться, это мое оценочное суждение, статистики полной у меня, разумеется, нет, в ответ на защиту, французскую защиту, играть Е5, и защиту Каракана тоже играть Е5 на третьем ходу. Следует, так сказать, заветам Немцовича, но, правда, с глубоко продуманными планами. Аж 4, то есть, конечно, главное вражение, согласно современному взгляду на вещи, на суть вещей, главное вражение является конь Ф3, конь С3, скажем, вот так вот. И потом белые как-то маневрируют, пытаясь использовать уязвимое положение вышедшего за забор своих пешек слона Ф5. Но в данном случае вот Талевский ход Аж 4, Аж 5, и теперь С4. Вот такая трактовка Е6, конь С3, ДС, слон С4. Я думаю, что у Розума были какие-то представления о том, как он должен здесь играть. Хотя, с другой стороны, ну вот здесь вот что, ну конь Е2, слон Е7, все правильно, слон Е3, правильный ход конь А6, вот такой. После чего, судя по всему, черные сохраняют нормальную игру. Может быть, у белых получше, там конь Ж3, слон Ж6, как-то вот так, Ф5, то есть это немножко не то, на коне Аж 5, конь Ф5, понятно. А слон Бед Аж 4 решил, ну висит пешка, забираю ее, бог с ней. Сыграл так Иван Розум, ну, Владислав Артемьев, как форбулировал Стапо Брагимович Бендер, все очень, но могучим врагом. Конь Ф4. Сказать, что у белых совсем хорошо нельзя, но у белых инициатива, у них плюс. Висит на Аж 5, если скроется фланг, если конь проникнет на Аж 5, уже над черным королем сгустятся какие-то тучи. Код G2, G3 возможен тоже, в принципе, где-то как-то, но он не обязательно. Слон G4, слон Е2, так вот продолжалась партия, вроде черные разменяли фигуры, укрепили пешку Аж 5, вроде у них должно быть хорошо, видимость вот такая вот беглая, с точки зрения поверхностного взгляда, именно такова, что у черного все в порядке, пешку забрали, ну, отдадим назад, срона своего плохого, ну, уязвимого, белопольного поменяли, но G4, оказывается, в позиции вскрывается, на краеводском фланге у белых сильнейшая атака, и может быть просто технически выигрышное положение, вот неожиданно. То есть, класс, Артемиева сказался. Здесь, что важно, конечно, срона F2 не угроза, и после короля F2 будет защита ладья H1, ладьей А1, но, к Ф4 немножко не то, потому что тогда черные сыграют кони F8, у белых все равно лучше, безусловно, кони F8 зачем, чтобы защитить две пешки, на G6 и на E6, и в ответ на длинную урокировку ход, который сделал здесь Артемиев, слон связан, то есть, слон не может вступить на E7, прикрывая поле D6 и злодея бит H8, а конь D6, угроза страшная. Черный играет конь H6, ну, игнорирует страшную угрозу, и белые не торопятся с ее реализацией, они отступают назад, отступить назад слоном на полную катушку черные не могут за потерю коня на H6, они играют кони F5, то, что, так сказать, запланировано, и белые, опять же, вот, надо отдать должное, конечно, Владислав Артемиев, он не соблазнился ходом конь D6, ни в первый момент, ни во второй, проигнорировал эту возможность, он заканчивает развитие, но поскольку черная завязана по рукам и ногам, позиция черных плоха, потому что, ведь идея еще какая, взятие на H4 и слон G5 появляется, вот такая пренеприятнейшая идея, конь H4, потом слон G5, а что делать? Из-за того, чтобы эта угроза есть, надо ее парировать, поэтому черные берут этого слона ужасного, который угрожает спрыгнуть на поле G5 после размена на H4, ну, F4, хорошо, теперь слон завязан уже в мертвую, на F6 вступать нельзя, F5, конь D6, вот лишь теперь белые идут вперед, причем они могли бы взять на F6, на проходе, но это выигрывало форсированно, ход конь D6 тоже выигрывает форсированно, дело вкуса, конечно, понимаете, конь D6 не хуже, решил вот так выиграть, конь F4, висят две пешки, черный король идет дальше, всех не защитишь, теперь ферзь C4 угрожает, ферзь бьет E6, конь F8, F6 тактический удар, гораздо более неприятный для черных, и более сильный, чем конь B6, конь B6 тоже можно было сыграть, но конь B6 элегантнее, висит ладья, висит слон, расчленяется оборону соперника, конь B6, взятие, король отступает, конь F5, и Иван Розум сдался, ну, показал эту партию, я не только потому, что это победа лидера, но и потому, что просто очень элегантно играл Владислав Артемьев, вот так вот, широкими мазками, раскурачивал позицию черных, и добился своего, F4 по-человечески, компьютеры говорят, что может быть имеет смысл взять конем, потом F4, но идея в чем, что с кармой ладья F8, бьем ладьей, опять же, с точки зрения компьютеров, не лучший ход, с точки зрения человека, самый естественный, если взять конем, тогда шах и мат на G7, такая элегантная идея реализуется, с матом, а если взять ферзем, ну, хорошо, забрали этого ферзя, не играем F7, F4, тоже неплохо, но можно сыграть ладья H1, чтобы еще ладью подключить к атаке, и выигрываем очень быстро, очень форсировано, и так далее. Еще раз повторю, покажу вам позицию, то есть не позицию, а турнирную табличку после четвертого тура. Выглядит она следующим образом, после четвертого тура. Владислав Артемьев захватил одиналичие лидерства, у него 3,5 очка, на втором месте Евгений Наев, сыгравший в ничью, и большой дележ на рубеже четвертого, восьмого места, это Андрей Сипенко, третий из, так сказать, лидеров фаворитов турнира, ну, фаворитов турнира, рейтинг фаворитов турнира. Максим Матлаков, Евгений Томашевский, Павел Панкратов и Артем Тимофеев. Девятое и десятое места на рубеже минус 1,9 Климентисычев и Екатерина Лагно, съехала она после стартовой победы в минус, ну, а замыкает турнир на турнице Володар Мурзин, самый молодой участник соревнования, и Иван Розум, ну, который вот попал, в приключен, в конце концов, в это соревнование, хотя, конечно, ощущение такое, что Иван Розум, несмотря на победу его в первом туре, все-таки уступает большинству других участников. Ну, у меня такое складывается впечатление по своему, так сказать, потенциалу. Ну, что ж, на этом наш сегодняшний выпуск, обзор, подходит к концу. Перед тем, как проститься, я напоминаю вам, что мы начинаем выкладывать свои выпуски, посвященные дебютной теории, развитию дебютной теории, дебютной философии и так далее, на Патреоне. Если вы станете нашими спонсорами, а условия и технические, так сказать, технические параметры подключения к Патреону содержатся в описании к данному выпуску, то вы получите доступ, доступ к просмотру этих материалов, а если, так сказать, вы окажетесь особо щедрыми, такими продвинутыми патронами, тогда сможете участвовать в обсуждениях со мной, в очном, я буду проводить с наиболее продвинутыми нашими патронами очные занятия, с обсуждением проблем дебютной теории и, возможно, каких-то других. Напомню, что наш выпуск подходит к концу, и я завершаю его той формулой, которую мы с Мариной использовали на протяжении многих лет, 20 лет практически, когда выходили на спортивных каналах НТВ+, на канале НТВ Мир и на канале НТВ Америка, а именно, играйте в шахматы и выигрывайте. А пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok